Сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» проходила масштабная акция «Молодежный марафон 75». Организаторы отмечают, им важно было задействовать памятные объекты, которые посвящены событиям кровопролитной войны. Областной центр не стал исключением. Теперь и здесь оставило свой след уникальное мероприятие. Наша цель была основная, чтобы марафон посетил все областные города, также по маршруту следования мог заехать в районные города, чтобы люди могли прикоснуться и посмотреть на эту экспозицию, вспомнить о героях Беларуси, о тех людях, которые отдали свои жизни за наше мирное небо. 75 лет освобождения Беларуси в этом году мы празднуем, и Беларусь помнит каждого своего героя. Активисты Белорусского Республиканского союза молодежи и Федерации профсоюзов Беларуси, участники студенческих отрядов и известные ученые, спортсмены, деятели культуры, представители вооруженных сил, органов и подразделений внутренних дел, а также ветераны Великой Отечественной войны. Благодаря участникам марафона у всех собравшихся появилась еще одна возможность узнать о тех трагических сороковых. На протяжении 10 лет участвую в подобных акциях, в акциях Беларусского Республиканского союза молодежи. Мне очень приятно, что у меня есть такая возможность, потому что эти даты, они не просто памятные даты. Это даты, которые влияют и формируют воспитание нашей современной молодежи, подрастающего поколения. Это те даты, о которых обязан помнить каждый гражданин нашей страны. Инициативы БРСМ всегда очень интересны и увлекательны для молодежи. Я участвовал в марафоне 5 лет назад на поезде Победы. Тогда у нас задача была выступать фактически на полустанках и возили с собой музей, целую экспозицию. То в этот раз у нас чуть-чуть иная задача, тоже не менее важная. Это, конечно же, запомнить именно имена тех, кто воевал, тех героев, чтобы они остались навеки всегда. Когда надеваешь форму, на самом деле, прям как будто в машине времени перемещаешься куда-то в те времена и прям чувствуешь, что ты часть этого движения, часть этой Великой Победы. Проведение открытого диалога, выставка военного оружия, тематическая фотозона, детская развлекательная площадка. И это еще далеко не весь список насыщенной программы молодежного марафона 75. Важным элементом мероприятия стала работа мобильного музея «Освобождение Беларуси», экспозиция которого состоит из четырех частей. Когда экспозиция задумывалась, то мы планировали все 118 районных центров посетить, то есть, ну как музей в каждый дом, то есть, посетить все уголки нашей Беларуси. Ну, частично мы эту задачу уже выполнили и продолжаем это делать. Мы побывали уже в 65 городах и нас посетило уже более 22 тысяч человек. Вот в рамках данного марафона мы проедем около 2500 километров и, наверное, около двух десятков городов. Все областные центры, ну и еще несколько городов по программе. Создание полотнища, а также альбома под гордым названием «Беларусь» помнят родные лица Победы. Дело важное, но очень кропотливое, требует помощи и со стороны жителей городок, где проходит акция. Поэтому неравнодушные горожане не смогли остаться в стороне. Им есть про кого рассказать и кем гордиться. На портрете мой дедушка, Богданцев Иван Акимович. Когда еще все люди в Советском Союзе мирно спали, он уже принимал участие в боях на Холкинголе. Пошел всю войну до Берлина. У него есть медали за отвагу, медали за взятие Кенисберга, за оборону Севастополя. Штурмом брал Берлин. Прошел с боями через Украину, Белоруссию, через Европу всю и остался жить. Был контором, ранен. И наша семья очень не любит нашего дедушку, потому что в этом году ему исполняется 100 лет. Нам очень приятно, мне очень приятно, что сегодня принимают участие в акции 75 столько много молодежи. Потому что, если это мой дед, то это должен быть праздник, не пропадочный. Неотъемлемой частью праздника стало возложение цветов к вечному огню, как к памяти о тех, кто погиб во время войны. Сегодня об этих людях можно лишь прочитать в учебниках истории. Однако с нами остались единицы, кто все более страх во время тех страшных дней ощущал на себе. В будущем надо прекрасно себя вести, трудиться во всех отраслях – и в школах, и в учебных заведениях, и на работе. Чтобы они сами жили прекрасно, чтобы в семье было у них хорошо, чтобы было хорошо в нашей стране. Следующим местом боевой славы, куда отправится молодежный марафон, станет город Пружаны.